Приветствую вас! Вам вряд ли понравится то, что я скажу, но вы ведёте речь про свой недостаток любви. Вы ведёте речь про то, что вам не хватает, чего вам не хватает. Вы ведёте речь про то, что вам нужны поцелуи, что вам нужны объятия, что вам нужны прикосновения и прочее. Так вы воспринимаете любовь. Знаете, я бы даже согласился бы с вами, в том, что это любовь, если бы, во-первых, вы не выбрали себе холодного мужчину, то есть, странно, если вы воспринимаете любовь как активную, активную позицию, то убираете себе пассивного человека. Это странно. И второе, вы говорите, я его люблю, но если вы его любите, то вы принимаете его таким, как он есть, то есть, таким вот холодным, таким вот, скажем так, скупым на проявление внимания к вам, таким вы его принимаете, если любите. А вы говорите, что нет, что мне нужна его более ласковая версия, и до этого я готова его споить. Ну вот, здесь что угодно, но только не любовь. По крайней мере, именно в этом смысле, не любовь. Понимаете? Поэтому, я первое, что могу выделить, это то, что вынуждаетесь в ласке, внимании и заботе, потому что без нее чувствует себя как-то хуже, либо сомневаетесь в том, что вас любят, либо что-то, что-то еще. Второе, это то, что вы не принимаете своего мужчину, таким, как он есть. Вот, потому что хотите, чтобы он вам больше проявлял внимания, и для этого вы, ну, условно говоря, готовы его поить. Ну, и в-третьих, это то, что вы выбираете себе мужчину, явно вам не подходящего. Если вы считаете, что мужчина должен проявлять заботу, и должен проявлять ласку, и так далее, то, ну, выбирать нужно соответствующего, но никак не холодного. Вот, и получается, что вы, такое впечатление, что именно от холодного мужчины, от холодного человека, пытаетесь добиться ласки. как бы, доказать ему, что вы достойны этого. И человек, который, который готов вам это давать, вам не интересно, а он человек, который не готов, вам интересно. То есть, понимаете, здесь в чем штука? В том, что вы пытаетесь доказать холодному, отстраненному человеку свою важность, значимость и ценность. Совершенно точно, что делать здесь не в мужчине, что не ему вы пытаетесь доказать свою важность, а кому-то из вашего прошлого. Например, отцу. Что касается того, можно ли это исправить, то можно, конечно. Можно, конечно, исправить, но для этого, как минимум, нужно три вещи. Первое, это понимание мужчины, что это проблема. Второе, это более частое и длительное времяпровождение совместное ваше. И третье, это желание мужчин меняться. То есть, понимание мужчины, что такой факт есть, более тесно взаимодействие между вами и желание мужчины меняться. Если три компонента есть, перемена возможно. Но, мы здесь говорим про такую штуку, как алкоголь. И, конечно, вы не пишете о том, как часто ваш мужчина бьет алкоголь, но я бы на этот момент тоже обратил бы внимание. Да? То есть, вполне вероятно, что человек может почувствовать, что вы требуете от него более активной позиции, которой он придерживаться не может, и ради которой он может начать больше или чаще выпивать. ну, вы и сами говорите, может быть, не его напоить. Вот это тоже может стать проблемой. Проблемой это может стать, потому что оральное поведение. Про него можете почитать в интернете. Вот такая ситуация. Такая история. То, что я могу вам сказать. Любовь для такого человека, как и для любого другого, это принятие. Безусловное принятие. Вот и все. Любовь всегда безусловное принятие. Как со стороны одного, другого со стороны другого человека. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.